Всем привет, народ, с вами Филаор, и сегодня мы с вами продолжаем проходить Hollow Knight. Итак, наш маленький рыцарь проснулся в кристальном пике, в более-менее безопасном его месте, потому что в прошлый раз он спрыгнул с самого, ну, пика, куда мы и ходили. Странно, что я не подумал, что на кресле, в локации, которая называется Кристальный пик, нету, ну, верхотуры, нету места, куда можно забраться. И тем не менее, погодите, меня смущают вот эти две пипки, которые уходят в никуда. Я думал, что я полностью обходил эту территорию, но, возможно, нет, нам надо это чекнуть, надо это проверить. И, конечно же, я в сегодняшний выпуск, как и в предыдущем, буду пытаться ходить по тем местам, которые вы мне сказали, которые я пропустил. Потому что мне, во, мне нужно пройти эту игру на 100%, ну, по крайней мере, настолько, насколько я это могу. Привет. Я тебя упустил в прошлый раз. У нас ключ лавочный. Ага. Ладно, я понятия не имею, откуда этот ключ. Но я думаю, вы мне успешно об этом расскажете в комментариях. Как? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ха-ха, ребятки, с вами не расслабишься. Так, тихо. Ну, хотя бы ты ничего не делаешь, ты просто ходишь туда-сюда. А там что-нибудь за тобой есть? Я думаю, что нет. Надо проверить, надо узнать. Потому что эта игра хранит в себе множество секретов. А я не такой умный, чтобы до них самому догадаться. Так, где-то там эти тырдочки были. Вот тут. Возможно, что-то есть. Здесь очень большие локации. Так что, конечно, естественно, я что-то могу проглядеть. Да, вот здесь. А-а-а. Вторая пипирка, это туда, откуда мы приземлились, свинца Хэллоу Неста. Ладно, это хорошо. Тогда что здесь? Это дальняя пипирка, в которую мы могли приземлиться. Ага, я могу прыгать. Походу, здесь ничего нет. Ладно, хорошо, хорошо. Сегодня я буду пытаться максимально прокачать своего маленького рыцаря. Потому что сегодня нужно готовиться к завершению игры. Я помню, мне кто-то писал в комментариях, что я вот прям даже не близко к завершению, но... Готовиться не поздно никогда. Так, здесь мне надо быть как-то... Оп, так, подожди, подожди. Здесь мне надо как-то пройтись. Грязь. Кстати, да, я только что это заметил. В кристальном пике нет ни одного вокзала рогачей. Во всех остальных локациях есть, а здесь его нет. А еще нет вули. Но, возможно, там я его просто не открыл. Хотя я вроде бы везде все обследовал. Ладно, это странно. Вроде бы рогачи, они же чуваки были умные. Они проходили вообще всю карту. Они тоже хотели ее исследовать. Да боже мой, когда ты уже запомнил, что здесь нет прохода. Аккуратно спускаемся в грязь, мы. Аккуратно и я, слова просто несовместимы. Так, и здесь мы можем просто аккуратно пролететь. Секунду. Я помню, мне писали в комментариях что-то про улучшение мстительного духа или типа того. И говорили, что вроде как ключ от этого дела каким-то образом находится у Слая. Но я ходил к Слаю, у Слая ничего не было. Возможно, тот ключ, который я подобрал сейчас, нужно показать к Слаю. Слаю. И Слай решит, что с ним делать дальше. По крайней мере он торговец. Это важно. Потому что, твою мать, почему ты не можешь зацепиться? Потому что это ключ торговца. А он явно шарец в торговых делах. Поэтому, если что, по крайней мере, он мне сможет посоветовать того, к кому можно обратиться. вот да еще я думал что я достаточно далеко пролетел продолжает скучать от зота немножко поставить ок флай привет что у тебя там так это же ключ от моего склада я уж думал что потерял его навсегда как ты мог его оставить в кристальном пике как слову если что я знаю о артом о слай никогда был мега крутым воином который орудовал огромным мечом который у него вот сейчас позади и при этом я все равно не понимаю что ты там забыла как там мог потерять лучше своего склада когда ты уже работал торговцем не уж что он валялся в текст старых шахтах интересненько интересненько понятия не имею как он там оказался в той глуши очень благородно с твоей стороны вернуть мне этот ключ да да очень любезно я могу открыть свою старую кладовку и продать тебе все редкие запасы что собирает там пыль предметы этим могут показаться немного потрёпанными но это нисколько не умаляет их цены очень ценные вещицы и только погляди от вас чего так это уже круто осколок маски хорошо блин я только хотел копить его на то чтобы улучшить свои амулеты в желудке той барышни которая находится около грима а походу копить мне не придется и так что это такое тяжелый выпад любишь сбивать врагов с ног своим могучим гвоздем не так ли с этим амулетом они будут улетать все дальше и дальше с каждым твоим ударом ловкач нравится недавнее пополнение моей коллекции красивая вещица правда если наденешь его то сможешь носиться быстро и без устали ну по крайней мере мне так сказали он никогда не признается что он был великим героем великим воином хотя что он сделал великого я так и не знаю изящный ключ какой-то искатель приключений нашел этот вычурный ключ столько города глубоко под нами я его не был у это случаем не наш навозный друг и пуксу так это я просто обязан собрать чтобы она у меня была и нам остался еще один вот так то да ну здесь я просто не мог не потратить всегда пригодится еще одна жизнь особенно в битве с гримом черепок сосуда блин я не смогу копить деньги не никаким образом не по нет так что нет здесь не надо остановиться я сделал кое какой апгрейд все пока хватит пока мы с этим закончим мне говорили что каким-то образом я не знаю как опять же люди ходят что мне надо найти плодовщицу кассиршу или типа того и попросить ее увеличить мои деньги или типа того мне рассказали об этом очень-очень скутанно стремно но надо будет это дело посмотреть а еще мне надо сходить к чуваку с масками и к повитухе ним мы сейчас отправимся в далекую деревню я очень не хочу туда идти я очень не хочу туда идти но делать дела надо если что да я как бы вы сами понимаете что я потихоньку спалерю себе игру разного рода артами и но опять же я ни черта из этого не понимаю если мне дают какую-то какой-то очень важный обрывок информации до сих пор остается обрывка в информации и я его не понимаю мне надо говорить полностью я не я не понимаю скрытого подтекста и чего-то подобного я тупой поэтому и волнуйтесь за то что я что-то пойму вообще здесь но игра мне нравится потому что из того что я понимаю это шикарно так далекая деревня я до сих пор немножко беспокоит эта локация потому что игра по мере прохождения обновляется чем чаще она ой и чем больше она обновляется больше всякого дерьма может у меня вылезти из ниоткуда особенно из тех мест где я был так я не знаю что мне надо еще сделать с повитухой вроде как если не договорит какое счастье зубы почему ты такая внезапная так привет дружок и носишь эту яркую метку родства тогда она быть может уже знакома тебе а что охраняет метку рожденное дитя проворная неправда ли пледный подарок гнездую зверю и достойная плата в обмен на великую жертву она говорит охранит давненько ее не было видно она была немало подняла нам дух домой да судя по всему охраны извини от старых воспоминаний голова кругом идет особенно когда я как я голодна так слушай прекратить она ведь меня ударит может ей что-то надо принести потому что она реально голодная ну-ка давайте вот ради эксперимента она меня ударит я хочу узнать от нее как можно больше информации ну вообще реально да почему я не могу и принести что-то в обмен я дам пожрать она со мной нормально поговорит все логично витуха привет вернулась хочу извиниться за прежнее поведение пустяки пустяки порой аппетит берет надо мной вверх но сейчас я не голодна уже кого-то успела сожрать по дороге хочешь узнать обо мне да тут и рассказывать то нечего я слуга гнезда но немногие нынче обращаются ко мне за помощью это чума разума почти погубила нас грустный конец рода поистине одаренного разума но я поела да теперь не голодна но все же еще кусочек не помешал бы прекрасное завершение трапезы оклады и нормально так не поговоришь и реально нужно что-то принести в зубы но пока я еще здесь я хочу выжать максимум информации потому что она что-то знает о хорне возможно она ее сестра брат цвет мать ох милок как приятно что меня снова проведали я же заботливая хозяйка понятия не имея почему ко мне почти никто не заходит не возражайся я чуток от тебя откушу может только ножку так легко быть счастливы когда ты ноги а я могу как-нибудь вот вот приманить вот эту дрянь к ней а может ее надо ударить как-нибудь определенным образом секунду витух витуха витух не и так-то там два трупа лежат почему-то она их не жрет возможно она жрет не тела возможно она жрет души в этой игре всякое возможно мы видели некий каирн душ в котором находилась дохренище всего сейчас снова говорим нет с ней явно не поговорим ладно мы поняли мы поняли что нихрена не поняли но она как-то связано с хорн альбом я знаю что зверь связан с хорн и и она связана с пор ой ребятки ой как я с вами не хочу сейчас драться ой идите вы в жопу ой все плохо а я это знал я продумал то наперед хватит у меня кнопка заедает карты а сейчас надо аккуратно пройти к мастеру масок он по моему вот там наверху и так мы поднялись через всю эту зла мразь к мастеру масок маска лицо нужно ли это все или нет чтобы точно знать определиться существовать вроде как я забыл его ударить если его можно как-то ударить значит такой он без маски увидела ли оно самую ужасную истину великий позор черва запечатаны во тьме застой королевства вот каково ныне наследие черва а я я прочитать ни один жук до силия не притязал на всю необъятность даже звери знали где пределы своих сил предпочтя властвовать на окраина гнезда лишь древний род решил решился возглавить эти земли разваленных колонос вот жалкое наследие тех поток она увидела лицо или быть может это лишь другая маска до правды в хэллоу нести всегда трудно докопаться как глубоко она намерена искать вот я и говорю это вот правда она очень сильно спрятана и тут надо искать намеками вот какими-то вот такими недомолвками и что-то я понимаю что-то я думаю что-то я себе проспойлерил но вот как-то пока что из этого общей картины у меня не складывается сменить лицо скрыть его другим великая защита но печальные у нее последствия владелец маски теряет прежний разум от сильней как сильной воли и способен сберечь в себе отголосок прежнего сознания то есть серьезно когда ты надеваешь маску ты буквально становишься другим человеком а зачем тогда нужна маска в смысле я понимаю но настолько скрывать свою сущность что ты меняешься это реально как-то странно я не понимаю интересно смогу ли я сбить еще маску с кого-нибудь потому что по сути дела маски которые они носят это те же самые их лица то есть они очень сильно похожи на них но при этом возможно это из-за того что видите у него какие-то странные глаза и какие-то черные потеки возможно вот произошла какая-то чума примерно такая же чума которая происходит сейчас но только это не вот это вот оранжевая субстанция а что-то черное я пока что не понимаю лица дают всем кто попросит не труд но помощь миру тем кто в них нуждается а дай или я и так нашу маску серьезно подождите я же прибыл в холон из а это приколюха холон из то или вообще в принципе всех городов куда я прибыл а зачем я прибыл я просто путешественник или лишь кто я я понимаю грязь муд это был перевалочный пункт для разных путешественников которые хотели покорить холон из холон из считался чем-то ким-то древними руинами которые скрывать себе множество секретов я понимаю я просто путешественник который пытается в этом всем разобраться но откуда я кто я меня это ли моя маска или это мое лицо почему я не заражаюсь чумой вот этой вот оранжевой хренью это странно знаете вообще очень глупое решение делать вот такие вот шипы на лифтах кое они функции выполняют на кое они нужны я не понимаю мы отправляемся к кузнецу чтобы он обдолбил наш витой клинок мы смогли надрать задницу этими пинг плинком и гриму и всем вот этим вот просящим которых мне надо побить их осталось двое по сюжету и для этого я собрал ровно три элемента белой руды и теперь ты вернулся вижу у тебя есть немного бледной руды этот металл редкий благородный дашь мне руду и немного геоза труды я перекую твой гости он станет сильнее ну ладно это как бы дорого на самом деле ладно знаете вот знаете ладно одна я я хочу я хочу себе завершенный крутой гвоздь поэтому поехали как пожелаешь тогда я примусь за работу 4000 гео это не так уж и много в принципе 4000 гео я могу и заработать каким-либо образом готова перековка завершена теперь твой гвоздь намного сильнее чем раньше сильнее просто быть не может только в твоем гвозде я узрел такой потенциал наконец-то я могу подивиться на великолепие чистого гвоздя подумать только этот момент застал меня так скоро мне мне нужно выйти на свежий воздух его настолько впечатлили ам блин сейчас еще кажется что я завершил дело всей его жизни это будет писец я надеюсь ты только не вздумай прыгать старик я понимаю что мой гвоздь охрененен но тебе надо немножко остыть окей он сарик у тебя гвоздей еще столько надо переделать столько надо пережить не прыгай чувак я сковал чистый гвоздь работа всей моей жизни выполнена у меня осталось единственное желание увидеть и почувствовать удар этого гвоздь не да ты что не прошу срази меня свой последний миг я хочу ощутить на себе его совершенное лезвие так много времени спустя после стольких трудов ведь я это заслушаю да как бы это чтоб тебя старик старик нахрена и тебе 4000 заплатил тебе зачем деньги не ладно это старик серьезно ладно самому прыг ты хочешь чтобы я тебя своими руками туда да ты издеваешься блин ну-ка что что он думает серьезно и настолько преисполнился познал познание своем что теперь открыл у себя новый мир своей голове теперь ты думаешь наперед или не думаешь совсем мой гвоздь не может уловить твои мысли потому что ты преисполнился в своем сознании да я не знаю что еще я не знаю я не хочу его бить я не хочу его бить но он сам меня просит это дело всей его жизни он не помогал сделать чистый идеальный гвоздь блин у старик просто понимаете я не хочу этого делать но я должен это сделать это единственное чем ну кроме денег я могу отплатить этому старику я я не хочу но это блин его просьба я понимаю что если до него доберется чума вот оттуда сверху с ним произойдет та же фигня и он просто очумеет и все будет плохо я не могу просто так уйти и бросить его его последняя просьба конце концов он старик и как много еще странников придет к нему чтобы сделать свой гвоздь и убрать эта игра дает мне такие моральные дилеммы что если бы он меня сам об этом не попросил я бы никогда этого не сделал но я так думаю что такой путь мастера он даже полностью очистил свои мысли просто теперь не сможет существовать зная что он сделал уже свою работу напишите мне в комментах обязательно напишите мне в комментах был ли этот выбор правильным вообще влияет ли этот выбор на что-либо потому что сейчас я чувствую себя просто отвратительно ну уж нет 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 чувак я тебя убивать не стану тебя еще куча разных возможностей в жизни не только кование каких-то мечей я понимаю сейчас это уже не нужно но конце концов не знаю ты можешь найти нового себя найти что-либо новое в жизни в конце концов ты жив доходи за чума сейчас здесь распространяется и все дела но ты жив и ты можешь найти новый смысл жизни поэтому нет поэтому я не стану его убивать нет 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 смерть в таких случаях вот вообще не выход нет я конечно понимаю о чем он думает что вот он совершил великое деяние сковал самый лучший меч и как мастер на этой высокой ноте он хочет уйти потому что он не видит надежды в этом умирающем страшном мире но на деле на деле все не так плохо есть другие жучины и города я опять же откуда-то пришел верно и я уверен он сможет найти себя и раскрыть себя как мастер кузнец а возможно он найдет себе другое хобби возможно он заведет какие-то знакомства конце концов он здесь жил на отшибе один без друзей я уверен что если он сможет найти хороших людей то у него все будет нормально в жизни и поэтому никогда нельзя отчаиваться о привет а ты кто зачем ты бродишь под этим кошмарным ливнем старьёвщик ле впечатляющий фонтан правда уверен мы бы насладились этим зрелищем еще больше если бы нас с тобой не лилась на нас с тобой не лилась вся эта вода вот и рыцарь наверху должно быть был важной шишкой плашка на постаменте упоминает его жертву и если в этом что-то зловещее судя по всему судьба его было ужасно но похоже он добился того ради чего пошел на жертву в моей коллекции столько древностей на немалейшего упоминания того что это была за жертва о это чувак который так сильно похож на нас и это полый рыцарь то есть полый рыцарь это не я черном хранилище высоко над нами благодаря этой жертве холонез будет стоять вечно вокруг него эти три хрена которых мне надо дарить что есть то есть его великих высокопоставленных рыцарей или кто они такие я не знаю так а ты-то кто я скоро вернусь в свою лавку если я тут так и буду стоять меня скоро стоки снесет заходи если хочешь если у тебя есть древности само собой я не любитель болтать тоже ты таинственный рыцарь почему тебе написано только на фонтане и это странно этот чувак он явно старец он явно старый он должен знать о это а вот и ты не знаю зачем ты стоял под проливным дождем когда ты мог просто насладиться видом из своего окна из тепла ну да ладно а я ему просто могу продать всякое дерьмо и это хорошо так как к нам нужны деньги которых мы потратили очень много так дневник странника да дневник странника я диву даюсь как ты их находишь и приносишь сюда должно быть все королевство шерстишь чтобы нанести мне горы этого добра это он так намекнул что ему это как бы не особо и надо он же старьёвчик он должен знать печать халунеста а ты талантливый коллекционер лучший что я встречал если продолжишь том же духе то у меня в лавке места не останется ооо поверь чувак у тебя сейчас в лавке не останется места почти самая дорогая вещь отсюда идол короля кидал короля я часто задаюсь вопросом о том кто на самом деле как на самом деле выглядел король его всегда изображали как могучего и сиятельного жука в короне увенчанная лютыми рогами так наверное это его статуя и была нет ну то есть он знает как выглядит король но не знает что это за рыцарь значит это не король ну король наверняка знал кому он ставит статую потому что он же король подозреваю что этот образ слегка преувеличен правители желающие поклонения склонен скрывать свои недостатки никто не пойдет за обычным жуком так то ну так ты можешь сказать что-нибудь другое ты мне принес уже столько идолов что другие старевщики решат будто я помешался на короле да кого я обманываю они мне будут только завидовать найди мне еще пожалуйста просто это выглядит как что-то реально важное я боюсь что если я ему ее отдам будет что-то плохое но я так и сделаю потому что в описании написано что она бесполезная я ему поверю загадочное яйцо да что ж вот эта древность так древность иметь такое в коллекции для нашего брата большая гордость внутри спрятаны ценные знания но добывать их работа весьма нелегкая и трудоемкая но об одном уже сейчас можно утверждать точно говорят эта цивилизация была первой в мире но до нее было что-то еще более древнее каждое яйцо понемногу приближает нас к пониманию той древней эпохи кажется у тебя с собой нет больше ничего интересного можешь идти погулять и найти мне что-нибудь еще тут есть проход где я не был подождите да здесь есть что-то где я не был и я должен это делать не пока чувак серьезно я тут не бывал а вот ну что ну вроде в эту зону не так уж и трудно вроде в эту зону не так уж и трудно попасть тут все закрыто но меня такими легкими загадками не остановишь все эти двери каким-то макаром можно открыть и я подразумеваю как устроив массовый геноцид вот таким образом я накоплю много гел а смотри типа я ему не вижу да сейчас сейчас я прекращу быть сатурном и тебе вылетит птичка фак ну примерно как то так да не даром это пустые оболочки у них нет души так ну что то я открыл теперь это загадка как мне до тебя добраться ну пойдемте ай все это вот такая вот секретная зона ага походу туда можно пробраться только по мосту и мы наверняка своими действиями сейчас открыли мост ну ладно сегодня мы узнали нечто новое спасибо большое что смотрели данный ролик подписывайтесь на мой канал ставьте лайки плацайте на колокольчик и я буду ждать вас в следующем видео всем удачи и пока пока